Привет, мой любимый зритель! Ты смотришь продолжение партии за Германию в Сидмейер Сивилизейшн 6 на шестерых с последним обновлением и патчем и с режимом Варварские кланы. Если ты случайно наткнулся на это видео, то лучше перейди к первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше смотреть с самого начала. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Ты, военный, будешь со мной заключать, Алексей? Что? Военный союз будешь со мной заключать или... Культурный. Окей. Прибыли к другому континенту. У тебя нет культурного. Не может быть. Это может у меня нет? Может это у тебя его нет? Дарвилл уже заключил союз этого типа с другой цивилизацией. А, на следующий ход. Через ход. Окей. Чилинию предложения. 115 науки. Кайф. Сколько городов у Китая? Дофига. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать. Продолжение следует... Привет. Привет. Клотуса, Митла, а Митла что дает? У нас есть кампус, но это пока не про нас. Ну нет смысла ремонтировать, плюс два, кстати, я бы поставил здесь священное место, даже плюс два, ага, тут кампус в Берлине еще один есть. Ну там минус мечник, конечно. Когда-то у нас уже золотой век, чтобы с лояльностью не было таких проблем, но они, кстати, продолжатся на самом деле, потому что слишком мало жителей в городах будет. Я, видимо, все-таки ошибся вот с этими городами, что я их ставил. Ну я просто не видел, что тут, естественно, майндс круче было бы ставить, чем тут города. тоже. Они растут хреново. Да, убили мне мечника там. И военная тактика открыта. Сразу начинаем Темпло-майор. Алектеев, Союз какой экономический или военный будем? ну как хочешь как тебе выгоднее смотри да ну хорошо давай с египтом военный ты с египтом экономически швеция она получается постоянно будут атаковать если заплатили да еще на один уровень позволяет больше построить я бы кстати его в дортмунде скорее так в майнце я могу и по идее геликарнас гавань спасибо посчитали там все дела да ты же не спрашивал в смысле посчитали посчитали что у меня ход грузился мне тут уже а как мы можем дальше у тебя ход грузится снова об этом не сказал как я могу знать что на меня нападут следующим уходом если об этом не говорят перед атакой то есть на меня вот напал напала этот египет и первый ход у меня уже все проблемы так что он тебя обстрелял военный лагерь я вижу ну и убил мечника почти убил рыцаря ну первый ход по моему после объявления войны как бы не считается он объявил тебя войну начал атаковать а следующему потом можешь уже попросить мы даже не в курсе что там прогружается долго тоже верно верно в дуртон ну с другой стороны друзья присоединяйся мне нужно немного силы восстановить после лохора у тебя как раз дорога открыта хотя совсем запаха у меня как бы с трех сторон воюют так что в целом да и ну кстати нападают все кроме лёши который объявил войну первым у меня сейчас кельн и ульм заберу и приду к тебе не волнуйся это на самом деле мне даже города не нужны это скорее египту нужны мне важно просто чтобы они уменьшили чтобы не так влияло со счете было всего лишь культурный союз заключить вот и выбрал такой путь а то что на египет на тебя будут нападать это просто было настолько очевидно но надо кампус уже строить к сожалению на плюс один ну что поделать так это тебя просто даже использую военная тактика так тут у нас вот эта форма правления и тут принимаем торговую республику уже республиканское наследие не успела тут кучу всего сделать да ну с наукой просто все плохо ну типа тут и опять ходишь уже тоже не считается или считается или как-то считается ну так она тогда эти все договоренности и прочее если все равно ходит каждый как хочет не давай сейф грузим турк потребуешь сейф они не надо господи но это просто знает так такое лицемерненько немножко чили не у вас там континент что ли совсем маленький ну по количеству городов учили не вряд ли он маленький но знаю как чили не города ставить я уже испугался шумня у гляне уютом а ты не ругайся ты чушь то что у тебя вот там же записи его переполняют эмоции а вдруг дети смотреть будут какой контингент по возрасту и не смотрел большинство 25-34 несовершеннолетних по-моему три процента так что но это не значит что там от обругаться и на понятно священное место я хочу сначала что в городах союзника интересно интересно это грузин сам тебя обратил египтянин в свою религию или это автоматически а у меня нет религии а зарастризм это чё тогда а это твоя личная блин господи я что-то не понял ну грузин без религии грустно что-то не понял Кстати, вот еще как можно определить, что город-государство из лагеря появился Вот если Махенджи Дару кто-то видит, у нее белые границы такие, не такие, как у городов-государств То есть вот Махенджи Дару это точно из лагеря Да, кстати Слушай И Митла, и Митла тоже, видите, из лагеря Вопрос, если лагерю заплатили за нападение, он будет до упора это делать? Там вроде сколько-то ходов написано обычно Потому что тут мне Теодору Рузвельт подкакал Видимо на самом последнем ходу купил варвару, чтобы они меня атаковали Грузия, ну ты понимаешь, что если ты объявляешь войну Египту, то мы с тобой тоже воюем, да? Конечно Леш, я тебе союз там кинул Так, ну я все еще хочу на самом деле Где-нибудь да построить колизей Кстати интересно, вот тут киловые кисевания, а тут театралку, да? Вахини не успел библиотечку организовать Так, ну я все еще хочу на самом деле Так... Чей линию предложения Так, Кёльн, я сейчас не забираю пока, да? Чё-то я как-то встретил людей с вашего континента и немножко расстроился. Индусы, зачем ты на меня религию свою идёшь и состранить? А чё расстроился-то? А что мне ещё делать? Ну не надо, пожалуйста. Да чё-то у вас науки многовато. Ну просто это моя религия, нам не даёт очень много бонусов. Подожди, кто это говорит, что у нас многовато? То есть училинию 136, у Индонезии 129, а у нас многовато? У них многовато. А, ты их встретил, да. На самом деле до 90-го хода у нас не многовато. Кстати, до 90-го хода чё-то у всех хренового. Но по сравнению с нами. У Индуса очень много наук. Знаете? Ну, чтоб ты понимал, допустим, я по науке нахожусь на втором с конца месте. А чё так? Притом, что территория у меня как нужна ганза. Я нахожусь по науке. Первый с конца. А, я тебя ещё не встретил. Мы договорились, Индус? Ладно, да. Но у тебя, Ганди, есть как бы тот самый... Давайте в мир кончилизм пойдём. Оправдание, скажем так. Вот, найти обращай к ГГЭтке, там, которые... Я иду, я буду обращать Хубила, если вообще, найду его границы. Оно, что мне просто нечего делать. Большой бассейн. 33-3, это веры вход. Гейдельбергер, Гейдельбергер, Рейна. Но у меня тут пытался... Так, слушайте, мне нужно... Интонезия пыталась оборотить. Всё, всё закончилось. Строителя. Поэтому у тебя есть все шансы. И дамбу строить, а потом уже килл вуки с Ивани. И если бы мы делали ходы не по 5 минут, я бы тут сделал армию миссионеров и направился к тебе. В смысле, так это классический таймер, это не быстрый. Ты какой... Ты ещё медленнее хочешь? Я хочу быстрее. В смысле, ещё быстрее? Ты бы успел с маленьким таймером миссионерами всех обратить? Вряд ли. Наоборот, меньше надо таймер. Египет, Турция, вы там нормально воюете? В том плане, что нету больше претензий по таймеру. Турция, ты сейчас своего рыцаря уведёшь, и мы как бы замеримся. Потом можно считать, если хочешь. Я-то думал тут, с кем я тут в Средневековье, это оказывается американец. А-ха. Американец отъехал. Он всё равно же показывается. Где показывает? В технологиях. В этих соц. институтах. Да, это прилично по количеству тех. Отстаем. Они где-то вот тут уже. Вообще, мне в индустриализацию теперь надо идти. Прямой наводкой. Кстати, возможно, они даже в индустриализацию уже. Но у меня, правда, производство и так должно быть такое приличное. Но мне надо контрфорс, мне нужны дамбы. Так, у Моглибурги довольство просто завались стало. Тебя когда можно обстреливать? Ты стреляй. В чилинии, ты говоришь мне тут это обращать гагаишки и сам идёшь их захватывать. Но это гагаишка, которая очень далеко. Типа твоя Вера там даже не удержится, понимаешь? Так, рапануэ, да? Ну, реформа. Нет, я рапануэ убиваю, я преслов убиваю. А, ну это да, рапануэ. Рапануэ, рапануэ, рапануэ. Рапануэ, ладно, здорово, аристократ. Привет. Так, ну пора уже... Смотри, какой я лидер. Постепенно отправлять сюда послов. Так, а сколько я ещё шпион могу ещё? Нет. Бандар Брюней. Вообще, давайте перекуплю. А кто-то отправил? Да, наверное, какой-то квест выполнил. Аристократ, как тебе такое предложение? Спасибо, воздержусь. Как так? Разведывательное управление и давайте... Нет, давайте сначала катапульты. У меня сейчас будут открываться бомбарды просто. А, они вообще не скоро. А, вообще даже они не будут открываться пока. Потому что давайте сначала разведывательное, а потом три катапульты. Тэм... 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 Это уже дофига. Давайте укрепим религию. А ваш континент далеко, а он находится от моего города. А где твой город? Не знаю, где твой город находится. Оооо. Марис такого, а где до меня нашёл. Через море 12 клеток до меня. В правую сторону? да но все ждите миссионеров они сразу будут убиты зарезанная не надо так я в майндсе гавань доделываю так потом наверно сначала геликарнас а потом на килл вуда дострою уже приятное чудо тем более что потом тут театралку можно будет хорошую оформить на у индонезии столько культуры это из-за компонга в д нет они же не дают культуру просто индонезии сильная нация тем более у меня еще же от этого от верования взял культуру от священных мест понял так то у меня это у меня 12 науки идет от распространения моей религии индонезия на самом деле сильная нация я бы кстати попытался нет еще брендан ценил на очень сильно она очень сильно есть вера мне позиона сильно если ты реально можешь города на побережье ставите с этим проблемы теряется бонус продлеваем да да так что возьмем давайте 3 там сделал не влияет эти 25 процентов что такое же или в такой же данный блин там мечей какой-то ангелом не интересно торговать у него районов мало с тобой 9 монгол только вылез из жопы с этим самым сдавая танцую да ты там короче сахар свою цивилизацию не разговариваю смотрю нет торнадо фигня у меня на самом деле что ты понимал хода наверное с 10 удовольствием минус один держалась минимум как а чё ты искал я бы тебе подкинул мне есть лишний рез мне простых никому задержание юнитов пожалуй пока оставляем так ведь я же и жалко грузия ну как там почему присоединяешься к веселью почему я как бы не могу сказать что опасно именно по количеству тебя опасно присоединяться армии больше чем у любого здесь но вот у тебя на 53 там вот благовония ты еще до не обрабатываешь а смотрю ну вообще нет у него не больше армии роста военные мощи начинай на сером месте хотя я вот думаю что после того как тебя раз первый посол в митву если швеция потому что то не сделает не но они сейчас укрутся в меня ходов не знаем насколько насколько шведу на самом деле в тебя не надо упороться ему надо влево упороться вот я тоже не понимаю к чему эти мансы а ты спокойно сидишь дождя почему а почему шведу надо в меня упороться они в турка потому что просто потому что слишком слишком много промки так и у турка много промки у него не 20 с каждой промки меня не с каждой имя только с трех которые в ромашке стоят только с трех до я думаю самое время изучить колесо у тебя все настолько плохо так нет да тупиковая технология просто изучил я могу подходит до эпохи атома где вообще улья вы быстрее забрать не но у меня похоже допустим ситуация с астрологией на нас там можно кампус будет поставить при слове видишь то что мне будет ничего не нужно нужно с геотермалка рядом да да у меня в радиусе я бы с удовольствием туда всунул но у меня не вытягивается сейчас не хочу выкупать и ни один город так вышло что три города рядом и ни один из трех не дотягивается до этих но чтоб все рядом с ней поставить получается сколько на 4 получается будет до влияние успею ульм до того как он отвалится кши хотя подожди 9 это 4 хода 4 даже 5 выше 36 5 ходов а кельну кельн к турку мне пофигу потому что я с турком в войне а если ульма отвалится кши то я не смогу его забрать понимаете да то мне наверно надо ульм в первую очередь атаковать блин слушайте мне так реально бомбарды нужны быстрее а не то есть я сейчас построю катапульт и апнули в бомбарды на существенно долго 4 хода 5 смеси надо катапультами атаковать блин 52 это тяжело катапультами фигово меркантилизм 3 хода да пойдемте к ульм забирать ада нападает необходимо соседство гадди с центра города прожать что-то соседствую так я те дня я те еще на ки сюда надо шпиона предложение нету вся блин не тут негде воровать деньги что-то короче забагалась походу ладно я попровоцирую беспорядки тоже прокачивает вот вот так лицопилки кстати где все-таки храм василия блаженного один вон до союзов ура кстати убирать первый по ну смотрите проверим что никуда его не хочу тут реально отправить тема хенджи дару может о чем делает жилье у воды ну тоже такое так и теперь может на шпионов меньше времени но 119 науки и культуры уже нормально давайте глянем какие там за задание у кого инженер торговец полководец торговый путь гуманизм капер капер кстати я вот выйду поставлено сто процентов каперов по создаем что аквакультура уже сделать все ее бы в майндс ну да ладно у меня уже денег дофига через полчаса в два часа ночи попросить перерыв минут на 15 окей открыл селитру на моей территории ее нету и зачем я это делаю не переживаю почему мало ли не строится кстати в чем прикол какая к у них условия чего не понял ну то улучшение рапа но и типы почему можно струб построить на равнинах и лугах с холмами без них а также на вулканической почве а все нельзя рядом с клетками лесов и трех лесов и и и и блин а куда это вы рабочего хотел блин всем туплю реально у кого-то хотел тут отправлю в майнс пока он индус у и и и и и и Да, а что у меня тут с городами, ну, к этой селиться у меня больше реально негде, даже с этими найденными островами. Так, ну, можно пока меркантилизм не открыт, строителей делать, три строителя сделаю, я понимаю, что Лян у нас тут, а, так я, может, сюда и отправлю, кстати, я сюда и отправлял эту аквакультуру делать, вспомнил. Что клетка хорошая. Ну, что тут, 20 производства, да, 22, 16, тут будет 14, тут у нас будет 18 производства, когда дамба встанет. Я забыл, что Киллокис, там, по-моему, от… после три посла, если вы Сюзиен города, 15 процентов, если два и более, то еще плюс 15. Так, мне надо быть Сюзиеном двух одинаковых Гонконга, например. Это еще плюс к производству. Кстати, проекты в Гонконге. Так, и с вами в Гейдельберге на красивую театральную площадь на плюс четыре. А тут еще можно какое-нибудь чудо бахнуть, какой-нибудь Джебелберг. А, он, по-моему, только на холмах. Ну, тут какое-то ставится чудо. Анкарват только пососедствовался к Ведукам. Катакуин только рядом со Священным Местом. Крамминакши тоже рядом. Койме реки или на болоте. Да, тут… только здесь это все строится. А, не пойму, тут поломано. Ну, не дело перекупать ГГшку в конце хода. Так, что с Ульмом? Так, у меня, собственно, два хода осталось. Для того, чтобы можно было его захватить. Ну, я это не смогу сделать, а ё-моё. В Берлине надо убрать религии. Я изучил колесо. Всё, катись отсюда. И всё. Не понял. Зачем ты так жёстко? Ну, а чём тут своими колёсами? Ну, колёсико. Без колеса… Велосипед, два колеса, одно тебе, другое мне. Без колеса ты бы не ездил на мерседесах. А мы пока и не едем на мерседесах, в общем-то. А, военный союз ещё даёт, этот, боевую мощь. Вот чё я делаю, Марс, сначала. Ты Ганди не видишь, да? Вижу. Или видишь? Вижу. Просто. Мне интересно стало. Ну, я его границы вижу, прям так конкретно не вижу. А, то есть его статы не видишь. А, в смысле, нет, кстати, не встретил его. Ну, ты просто понимаешь, почему он про колесо так говорил. А что случилось у него? Китай – великое предложение. Активитация науки просто. И десять культуры. Блин, ну, Индус, ну это, конечно, круто, но нет, спасибо. Плюс городами обмениваться же нельзя. Даже в сделках, нет? Да, нельзя обмениваться городами. Индус мне хотел, ну, предложил поменяться городами. Ну, вот сейчас сделка должна быть лучше. Да, ну, пакет довольно короче. Что тебе в ней не понравилось? Хотя, свет может его не поднимать. Ну, просто сейчас я его мискликнул. Ну, тут пришлось загрузить сейв. Вот, что мне не понравилось. Очень плохо. А мне бы понравилось. А я вам мискликнул, на самом деле. Нет, он, короче, предложил все мои города дать ему. Он сделал уже такие вещи. Я уже встречал такую ситуацию. Я сам-то, точнее, мискликнул. Надо было тогда и сейчас мискликать. Грузия, ну что ты там, будешь, не будешь воевать? Мне страшно. Ну, я пошел тогда отдаваться, потому что я не вывезу против двоих воевать. Страшно с 900. Это мощи военные. Ну, тут 900 с одной стороны и с другой еще 300. Ну, я еще раз повторил, что то, что египет будет нападать на турка, я вам об этом говорил. А 300, по-моему, вообще непонятно. Давным-давно. То есть, Египту надо на кого-то нападать. Плохо нападать на грузина, потому что у него стены. Плохо нападать на меня, потому что эти города очень тяжело удерживать в плане лояльности. Я всех сломаю. Вот это очень хорошо удерживается для лояльности. Плюс, турок постоянно выглядел довольно слабым. Всюду деньги и господа, а без денег жизнь плохая, не годится никуда. Получилось, что он не заключил союзы со своими соседями. То есть, я не знаю, зачем ему надо было бычить. Радикюльно, вообще непонятно. Египет бы еще подумал, если бы он один тут был. Там еще грузин ему угрожал. А тут получилось, что турок не заключает со мной союз. Соответственно, я заключаю союз с Египтом военный. А почему? И теперь, даже если грузин хотел бы, чтобы Египет не забирал турка, получается, что я в любом случае ему объявлю войну. А у грузина еще... Города на море. Он не может разорваться, воевать и на суше с Египтом, и на море со мной, например. А я бы повоевал на море. Я бы сейчас имперкаперов поделал и с удовольствием повоевал бы. И это всего лишь на ровном месте зачем-то не давать культурную союз. Ну, хорошо, он не дал, у меня отвалились эти города из-за этого культурного союза. А в чем вы должны исходить не из того, что вы делаете плохо соперника, а что в вашей ситуации хорошо, что для вас именно хорошо. У меня как раз один караван к тебе ходит. Ну, как-то не... Просто обычно... Я не знаю, может, он думал, что Египет... То есть, или он думал, что грузин поможет. Но грузин не может помочь именно из-за меня. То есть, чисто из-за этого он не может воевать и с Египтом на суше, и со мной на море. Предложение. Да, я принял. Он просто не сможет и там, и там быть в хорошей ситуации. 19.10, кайф. Египетская Германия, здравствуйте. Здорово, здорово. Мои владения. Кайф. Покажи это колесо, которое ты... Я сделал. Капаешь. Уже нету. Продал. Потерял или... По дороге потерял. Как в анекдоте. Да, одно сломал, другое потерял. А серьезно, почему не могу тебе дружбу кинуть? Типа всем могу, а тебе нет. Кому? Кому? На турку. Может, он тебе кинул? У вас там какой-то воинственный континент. Нет. Я даже рассмотреться сделки не могу. Типа нету. Слушай, швед, а давай ты не будешь Ульм принимать. Следующим ходом. Турок, а если я начну на Египет наступать, ты там сможешь отбиться от него? Ну, он мне снёс военный лагерь и стены в Адане. Но... Чё он тут дальше будет, я конечно не знаю. Грузин, ты... Ты понимаешь, что я сразу начну на море с тобой воевать? И вот эти лохорбы... Да у меня что, есть кораблики. Ну, ты... Что там бывает? 329. Ну, просто у меня кораблики два хода строятся. А у меня, как ты думаешь, сколько? Да примерно столько же. Ну, то есть ты сможешь и там, и там воевать. Пока мы в троём Турке здесь, выигрывает только немец, который не воюет. Он затеял всю эту войну. Он всех подговорил. Но сам не воюет вообще. У меня отвалились два города. У меня отвалились два города. Слушайте, я выигрываю. Но наука и культура уже в лидеры вырываются. А вы воюете дальше с Турком, который войну вообще никому не объявлял. Вот смотри, у нас по четыре города у всех считай, да? Египет вынужден воевать с кем-то. У каких у тебя четыре города? Грузин. У тебя четыре города? У тебя четыре города нет на Германию. Ну, два новых города. Рустави – это не город, считай, там ничего сейчас нет. Алахор – тоже. Города, которые отваливаются по лояльности, ну это ж как бы… Я ж их не завоевывал, не атаковал, ничего. Они просто стоят в десяти клетках вот твоей… Ну, ты отказался союз заключать культурный, чтобы они не отваливались. А мне культурный не выгоден был, я бы научный или экономический хотел. А мне выгоден был культурный. Дай подумать, и ты, на что-то еще ход сказал, я тебе объявляю войну. Ну, если ты не объявляешь союз, то я тебе объявляю войну. Потому что то, что на тебя нападет Египет, было сто процентов просто. Просто сто процентов. Потому что ему иначе невозможно развиваться, это у него единственный шанс на победу. Ну, вот с Египтом, понимаешь, я бы как-то уже дальше разговаривал. То, что ты… Ну, вот, а зачем мне… Ты не хочешь сделать так, чтобы у меня города не отвалили? Зачем мне помогать тебе, чтобы тебя не захватывал Египет? И теперь из-за этого грузин не может напасть на Египет, потому что я ему сразу войну объявлю, и он будет на воде воевать и на суше воевать. Да, а выбора другого нет, потому что ты вырываешься в лидера иначе, и тебя потом никак не обрети. Ты не знаешь, что вообще на другом континенте происходит. Ты не видишь их параметры. Мы тут лохи. И ты затеялся на нашем континенте, вот мы и воюем. Потому что ты сделал так, чтобы мои города отвалились, а Египет нападал бы на тебя в любом случае. Я ничего не делал. Был бы у нас союз, не было союза. Объективно далеко. А мне негде больше ставить, у меня просто негде другой возможности выигрывать. Давай я выйду, и ты поиграешь сам тогда. А чё? Почему ты выйдешь? Мы что-то каждый играет за себя, а не за то, чтобы у Лёши города не отваливались. Так играй за себя, делай что-то. Почему я не мог там ставить города, я не врубаю. Я тебе объясняю, что происходит сейчас. Он напал на тебя. Ну отлично, давай договаривай. Я просто сказал, что я сразу объявляю ему войну. И мы воюем с ним на море. Пускай он решает. Не думайте так сильно, потому что уже война как бы идёт со всеми и всё нормально. И Египет нападал бы или на Грузию, но у него просто армии намного больше. Я собирался нападать или на тебя, Турак, да, Рацмана, или на Грузию. И в армии намного больше было в тот момент. Потому что у меня только четыре города. Как бы логично, что я буду нападать. Господа на Евроамерике. Мне бы ходов ещё десять развития, я бы с удовольствием сам на кого-нибудь напал. Но напали на меня раньше, чем я планировал. Вот я теперь двух флангов обороняюсь. Да и предложение. Под собой ещё и дипломатию, скажем так. Лёша мне очень помог в том плане, что дал повод на тебя напасть. Конечно, кто пока не участвует в этой войне, это да. А тебе было достаточно всего лишь союз заключить со мной. И Египет вы уже, может быть, и подумал. Китай, Гандия. Не, я просто говорю Египту и Швеции. Пока вы воюете со мной, у вас растёт немец под боком, который вас потом сожрёт. Потому что война из вас выкачивает и ресурсы, и всё. Швед и турок... Египет, точнее. Швед и Египет надеются усилиться за счёт твоих городов. А я усилиться не могу ни за счёт чего. Это ходы. То есть, пока они воюют со мной, а ты пока не воюешь ни с кем, хотя формально война объявлена, выгода только для тебя. А с чего я выгоду получаю, если я не усиливаюсь ни за счёт чего, не пойму? Как я выгоду получаю? Ну, потому что ты не воюешь, а они воюют. Я вот сейчас буду воевать с грузином, который объявил войну Египту. Швед, я тебе реально предлагаю замириться с турком и пойти налево. Мы попилим Египет, у него четыре города. Два я заберу, два турок, и мы увидим сидеть четверо на континенте. Кто-то один объявляет войну, все на него толчаются. А так я там сижу, какой-то хвостик, типа ничего не могу сделать из-за Египта. Турок тоже самое сидит и нам диктует простые условия. В смысле, они берут турка, я не знаю, что ты не видел, они вот трапзоны и Адана падают. Им уже нету смысла останавливаться. Народ, попкорн у кого-нибудь есть, нет? Я просто думаю, что Лёшу не продавлю. Ну, в принципе, я, собственно, и на тебя напал, потому что мне к тебе легче идти. А его, я не знаю, я воюю, но ты видишь, как я воюю, в общем-то. Ну, я точно так же воюю, как бы. Я честно скажу, это вообще моя первая сетевая игра, я до этого с компьютером играл, поэтому... Мне интересно поучиться. Мне просто надо подумать, я хочу посмотреть ситуацию, развитие ситуации. Ты видишь, что я тебя еще пока как бы не взял и ничего. Грузин тоже, конечно, по-своему прав, но он не заберет Египет. А мне невыгодно, чтобы он Египет забирал, а турок оставался. Ой, там этого надо убить, кстати. Блин, ну что вы? Блин, это тульм – это просто трындец. Конечно. Купить мне просто... Давайте катапульту куплю. Митл какой-то заработал. О, так я могу этих от Туса стратегические ресурсы, которых у меня нет. Ну, это такое, а Митла на 15% быстрее. Давайте Митлу станем. Конечно, Буэнос-Айрес бы перекупить, но да фиг с ним. Он мне там не так сильно нужен. Так, а здесь, собственно, театралку после дамбы. Индонезия, предложение. Так, а я, собственно, только монгола, я так понимаю, не встретил, да? У нас еще монгол есть в игре. А он вообще на другой стороне континента от меня. А это... Нет. Южнее меня. Ой, ну куда же это? Кстати, эти города-государства, созданные из варварских кланов, они даже на мини-карте белым отмечены. Я сначала решил, что это турок там где-то поселился. Опять же, вот если вот на мини-карту, по сути, там Митла, на Хенджи Даро, они такие белые. Ну что, он будет... Ммм. Ну это слабее. А звук, кстати, людей сейчас мой стрим смотрит. Я просто не могу свернуть, у меня еще твой оверлей пропал. Скажу. Ну, нормально. Это возьмется, значит. Нет, не теократию, не монархию мы не будем принимать. Там в общем чате предлагают ганди сносить. Он говорит, спать уже хочет. В смысле? Нет, нет, нет. Ты что? Я никогда и ни за что не буду спать. Такая интересная игра. Прямо. И столько. Ну, почему я каперы еще фигачу? Они потом мапнутся в мои уникальные подводные лодки, понимаете, да? Так, с гранатой же я не воюю. Сейчас будут набеги моих каперов. Еще такая бухта классная. Ему, если он захочет ко мне плыть, это фиг знает сколько будет времени. Наверное, вырублю все-таки тратические леса и создам шахту. Блин, фига себе, тут горы, Челине, конечно. Ну, да. У американцев место было. Ну, это только у меня два города, вот эти хороших типов, но это все уже американское. У нас вообще напрягнутся, у меня, например, вообще, как бы, у меня даже нет ни одного места на плюс 3 для комп. Я вру, одно есть в Берлина, одно. И все. А вот там вообще, там горы прям такие сплошные. У меня есть кампус на плюс 4. Это круто. У меня, по-моему, один кампус на плюс 5. Вы видели, да, вот тут сейчас была каравелка. Угу. 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 Так, все-таки... Ну, не надо вот этого тынь-тынь. Угу. Колизей охота. Яхну. Китай, ну ты меня вообще просто все закрыл. Привет предложения. По своему Ченду это, конечно, все. Это обидно. Ну, забираем григи больше не нужна пока. Ну, если много... Давай. Я просто хотел красивую великую стену построить. приплыть на остров там где ватикан пригорода строить там там чудо прикольно и ватикан очень хорошее чудо кстати я художника вряд ли набью в ближайшее время я сменю соседство священного места я думаю попробуем рационализм скажем где там ватикан так 121 не надо соседство кампусов поставить на больше дала бы на руки вокруг этого чуда сейчас будет очень крутая стена китайская прикольно будет значит поплыву туда у меня всего лишь 200 золота меня 6 караванов только я имею ввиду от на он зашел очень рады надо 4 до но я еще не везде построил часа только строю не там у американца вместо были конечно просто огонь шлем заключил с тобой воевать но не было выбора на самом деле какой-то момент он вообще хотел типа с американцем будет но самое угарное что он напал 1 на чан шутип он ее почти и захватил а я видел там он вам половину пробил так где у нас какие могут быть подлодки вот они у меня сначала нефть надо открыть вообще пошли наверно пока так я бы квадрирем поднастроил что и Продолжение следует... Он, кстати, должен, по идее, моих капперы не видеть. Моих капперы. Так, сломались два кампуса. Не кампуса, а универа. Ой, тут целый камп... Ну тут да, такое извержение приличное произошло. Ага. Ну, скрабов он не лечится, а деньги получает. Лучше так отойду. А, то есть я сейчас еще плюс 16 буду иметь здесь. А где у нас корпуса? Неизвестно. Надо гуманизм открывать. Ну вот. Так, а что я тут делаю? Что у меня там рабочий реально ходит? Так. О, кстати, ульм уже ко мне отваливается. Я пойду сюда. Боишь, он может каравеллой рабочего забрать. Карлос уже кто-то построил. Так, давайте строителя, потом будет геликарнас. Уголь, кстати. Что с углем? Там вообще специально надо обязательно строителя, потому что там, походу, уголь только там у меня. Это угольная электростанция, это не уголь. А, вот рядом с Кёльном как раз. Да, только там. Сверху, но это... Я тут не буду ставить, конечно. Маяк в Хатусе. Так, мне нужны, кстати, караваны. Светилище. Да, тут, конечно, прилично изверглась. Всем предложение помочь мне в стихийном бедствии. Так, а швед, а швед замерился с турком в итоге, да? Да, я потихоньку кусаю. Блин, швед, у тебя же он даже твои уникальные юниты, это каравинская пехота, это вообще, кстати, очень... Ну да, она под генералом и олигархи, прям хорошая тема, и даже можно захватывать чуваков. Да, швед, это подстало. Ну ничего, швед, я буду воевать. Ой, швед, египт. Ты, если ходов пять потерпишь, то грузин расстроится. У тебя есть пять ходов, чтобы меня освести. Куда тебя освести? Не, грузин тебя не может захвать, ты что, грузин? Не. Типа я навожу рыцарем на стрельца и пикинера, и там просто все грустно. Я просто не знаю, зачем ты вообще объявил войну Египту. Грузин, у тебя в морских ютах все армия. Я вижу полностью твою армию, вот эту, вот эту наземную, которой ты ведешь. Ну, то есть это просто не берется. То есть ты максимум, что можешь пограбить. Нет, ну тут еще два хода, у меня будут пушки с хиросирами. Думаешь, у Египта ничего не будет? Не знаю, смотрим. Тем более, что я еще тоже с тобой воюю. Что там, в каждом городе капер строится? Возможно. Квабри мера. Да-да. Нет, я понимаю, ну на самом деле тут реально турок. Вот, туроку было достаточно основной союз заключить. И они бы пилили Египет, я бы слова не сказал. Они бы вдвоем его распилили. То есть, ну, вот это какое-то странное нежелание, чтобы мои города поотваливались. То есть я просто вынужден... О! Просто вынужден воевать, получается. Че, Гандя? Ты тут? Так, извините, невозможно будет... Попробуем тебя запинать. Какого он полтолорца забрал, мне интересно. А? Который какой? Китай. А то путаешь его там с Хубилай. Который челенью. Хубилай вновь, чтобы спать боевым этим, ну... А Хубилай, ааа... Ну... Ну вот, блин... Войны пригодились, да? Да-да-да. У меня тут как раз один слон. Ну все, мы выиграли. Изи. Вообще... Не почунуть. дрелье мы делает тоже вот и смысл круг грудину распыляться на два этих че-то кэшики как-то очень интересно отображаются вообще не скинул так что у нас тут с собором василия блаженного только рядом с центром да ну в принципе на болоте наверное поставил тут все-таки производство есть она сначала давайте мастерскую фабрику угольную там все-таки 18 производства ну я бы поатаковал конечно чтобы он не апгрейдился так а нефрит по моему культуру дает золото так ну блин я в магдебурге уже сделал так но я могу наверное эту клетку ульму из еще передать читай принимать дружбу проход он еще два китая и два ганди и два ганди один монгол второй китай а ганди кто был а типа игрок по имени ганди один мирно другого институт тушить аж уже убили почему ты еще разговариваешь я воскрес реинкарнировал скорее умирай да я пошел поужинал вернулся посмотреть чувство происходит не очень пошло самого начала ты на самом деле ты был же мог наверное почему вот у тебя сейчас разведчик рядом с ухода находится да там до сих пор 10 производства шепты понимал но сейчас промзона построишь 10 жителей 10 производства походил юниц и и и и и и и и и а ну классика корпуса находится короче за ну совсем чем можно в этой игре где то можно посмотреть торговлю какие ресурсы я торгую с кем ну рис открыть вкладку ресурсы увидеть там то что у тебя ноль но у тебя есть иначе ты с кем-то торгуешь но вот как что и с кем нет империя ресурс лично слышно а я вижу Продолжение следует... Так, Ахен есть, Майнс-Дортмунд есть, Берлин есть, Гейдельберг, я караваны смотрю, Магдебург есть, значит, из Франкфурта, ну, Зульма надо просто отправить, очень медленно растет. Ну, что, сюда пересадить, какого губернатора я лучше потом возьму. Член, а можешь показать, кого ты сюзеренишь? Блин, мне бы нефть... Нефть, по-моему, открывается... Блин... Переработка... Переработка ускоряется... Угольный... А, так я должен сейчас видеть, где нефть. Вот она. Как раз мимо химии. Так, нам нужна астрономия. Отлично. Сначала астрономия, потом научная теория, потом нарезанные стволы. Кайф, нормально. Ну, по-моему, не может сейчас разграбить мои караваны. Ваших торговых не нужно ограбить, так что пофигу. В религиях элитные барбарианцы. Я предлагаю не начислять очки ученых. Друзья, у тебя религии нет? Нет. Голосуй за ислам. Голосуй! Я в ислам все вливаю! Все за элитные барбарианцы. Нет, наш континент, Индонез тоже должен за них проголосовать, чтобы они там повеселее. Элитные барбарианцы. Элитные барбарианцы. Это самая главная религия. Сейчас там у них реально будет очень много мощней. Элитные барбарианцы. Пожалуйста. У кого? Слышите, я рекомендую Египту и Швеции голосовать против ислама как раз. Чтобы мы их осуждать могли. Я просто не очень понял, а нафига грузинам, например, голосовать за ислам. Египет, ну ты, конечно... Зачем ты за астризм голосовал? Ну это ты тупо сейчас сделал. Что-то ступил, мне кажется, сейчас. Да здравствуй, темный век. В натуре. Я уже в нем полугры и сижу. Еще бы не набрать бы случайно. За 10 ходов. Так. Не, мне чтобы случайно набрать надо 11 очков. Мне тоже, кстати. Ну тогда действительно, только если, ну очень случайно наберешь. А кто-то видит еще Юсимити кроме Индуса? Так, где я тут хотел... Ну по сути, Китай должен видеть Хубилайну. Молзолей, наверное, вот здесь хочу. Индонежья должна видеть, они... Голи по пути к углу, пропущу один ход. Хе-хе-хе-хе. Юсимити? Вот, если б американец захватил мой город, рядом с Юсимити было очень хорошо. Очень хорошо. Ты решил его вкруг этим самым в стенах или аббата? Да. Ну, да блин, а как? Ну, на. Мену члене 204 науки. 216 науки в Индонезии. 216 науки в Индонезии. Четыре развелись лучше, чем я. Уже на коралловах плавают. О боже так что мне тут наверное шахты поделать так а плотина еще у многих тут есть в Гаване есть плотина в Тбилиси блин может меня его на плотину реально прокачать и пойти ломать людям все так я тут пропускаю вход в Берлине и и и и так я могу где то еще да вот как тебе сказать ульм да не ладно я тут уже ничего не сделаю кто кто ничего не сделает на этом пока все спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных оно появится завтра спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока